Диалог в студии Диалог в студии Диалог в студии Мы представили наше видение, мы представили возможности, которые будут у нас в случае внедрения данного проекта. И мы начали работать над привлечением инвестиций в данный сектор. Ни для кого уже не секрет, у нас сегодня в регионе три основных направления развития и привлечения инвестиций. Это сельское хозяйство, переработка, это automotive сектор или промышленность, и это сектор IT-BPO. Когда мы делали презентацию IT-хаба, как раз мы делали акцент на развитие сектора IT-BPO. Сегодня это сектор, который очень перспективный. Это сектор, который сегодня дает огромную возможность для экономического развития региона. Это огромные инвестиции, это возможность в развитии, это привлечение новых средств, это привлечение новых компаний в регион. И это развитие, что немаловажно, нашей молодежи. Это привлечение наших молодых ребят, специалистов, обучения наших студентов в секторе IT. И развитие этих услуг, да, и интеллектуального мышления нашей молодежи. Когда мы сделали презентацию данного проекта, была очень большая заинтересованность. Сразу после форума мы, в принципе, мы до этого рассматривали возможность различного партнерства. Практически после форума мы уже начали работать очень тесно с проектом Techville. И в марте этого года мы подписали соглашение с проектом. Это первый наш основной партнер по внедрению IT-хаба у нас в регионе. Сегодня Techville – это история успеха. Сегодня Techville – это очень большие возможности. Многие знают, кто работает, в частности, в этой сфере и кто непосредственно как-то с этим связан. Что такое Techville в Кишиневе? Это центр развития IT, это большие возможности, это обучение, это тестирование, это новые предприятия, это множество программ Techville, которые будут внедряться у нас в регионе. На самом деле это партнерство для нас очень перспективно, для нас очень важно. Партнеры сегодня с нами активно работают. И мы сегодня совместно с данным проектом, совместно с другими партнерами работаем над привлечением инвестиций, работаем над реализацией данного проекта. Кроме того, мы подписали соглашение с проектом Optin Project. Это проект, который нацелен на создание условий для развития IT, в частности, в регионе. Данная компания работает также с нашими IT-компаниями, местными, региональными. Они им помогают, они финансируют их в том числе. Определенные программы, определенная грантовая составляющая у них тоже есть. И совместно с ними мы тоже реализуем проекты. То есть, если говорить про IT-хаб, это центр развития IT. Там непосредственно будут внедряться практически все этапы развития этого сектора, IT и BPO. Это будет обучение в первую очередь, потому что мы понимаем, для того, чтобы развивать этот сектор, нам необходимо подготовить кадры, это очень важно. А у нас они есть, у нас есть перспективная молодежь, у нас есть очень хорошие ребята, которые сегодня готовы развиваться, которые готовы обучаться и в дальнейшем работать. Кроме того, в данном центре будет тестирование, будут каворкинг-центры, будет внедрена программа менторства. И третий и последний этап – это привлечение крупных стейкхолдеров, которые будут работать и которые будут представлять рабочие места для уже обученного персонала. Это очень важно. И мы к этому пришли не просто так. Мы изучили этот сектор, мы его проанализировали, мы общались как с местными IT-компаниями, так и с компаниями из Кишинева и с международными. То есть для нас было очень важно узнать, что сегодня нужно IT-компании, чтобы прийти в регион. Что необходимо нам со стороны агентства сделать, чтобы IT-компания расположилась в регионе, зарегистрировалась, начала работу, привлекала нашу местную молодежь для работы у себя в компании. Первое, что было сказано со стороны IT-компании, в частности на встрече в Кишиневе с Башканом, им необходимы человеческие ресурсы. Вот мы с этого и начали. Мы начали привлекать программы, мы начали привлекать проекты, которые непосредственно работают над созданием человеческих ресурсов, над обучением. Сюда входит и компания IT-стоп-академия, которая у нас работает уже в регионе, которая уже обучает и внедряет проекты. Она обучает сейчас в основном молодое поколение, детей и подростков. В дальнейшем они планируют внедрить и программу обучения более старшего поколения, повышение квалификации, переквалификации и так далее. То есть мы стараемся непосредственно решать вопросы, предлагать решения, так скажем, исходя из того, что необходимо сегодня компании, чтобы прийти в регион. Я так понимаю, что инициатива исходила от исполкома, непосредственно от агентства по привлечению инвестиций. Вы и ваши коллеги озвучили эту идею на главном экономическом событии, на инвест-гагаузе. Как быстро последовала реакция? Вы перечислили компании, которые откликнулись и изъявили свое желание сотрудничать с гагаузией в этом направлении. Как быстро последовала реакция? Это было непосредственно на своем форуме, либо уже после? Это было еще до форума. То есть не то, чтобы до форума мы анализировали необходимость развития. Мы изучали этот сектор. То есть вы понимали, что это однозначно история успеха в будущем? Совершенно верно. То есть это не просто идея, которая пришла нам в голову, и вот мы решили это реализовать. То есть это был изначально подготовленный проект, концепт проекта. Это была изначально проведена определенная аналитика. Мы изучили возможности нашего университета. Мы изучили возможности наших других учебных заведений. Вплоть даже до лицея в старшие классы ребята, которые планируют окончить и дальше поступить, учиться. То есть у нас есть ребята, которые сейчас обучаются в техническом университете Молдовы на специальности IT. И мы должны этим ребятам предоставить рабочие места. Мы должны их удержать у нас в регионе. И не просто рабочее место, а высокооплачиваемое рабочее место. Для того, чтобы этот молодой человек остался в регионе, чтобы он здесь работал, чтобы он в дальнейшем развивался и в принципе не уезжал никуда за границу, работал у нас здесь. Для нас это очень важно. В итоге уже известно, что IT Digital Hub появится на базе одного из корпусов Камрадского государственного университета. Расположен он будет на более чем 7 тысячах квадратных метров. Что будет на этой площади? Вы уже перечислили вот эти вот сектора, которые появятся. Но более подробно хотелось бы услышать, Олеся. На самом деле, когда мы определяли место расположения хаба и сам концепт, изначально очень большой акцент делался именно на наших студентов, на наш университет. Почему? Потому что практически 70-80% потребителей или благополучателей, как говорится, данных услуг, и вообще в принципе всего хаба, это будет наша молодежь. Поэтому для нас было важно выбрать локацию, которая будет не сопоставима, а которая будет близка, так скажем, к студентам. Поэтому на самом деле мы очень благодарны в том числе и нашим партнерам из университета, которые откликнулись, которые совместно с нами предлагали решение создания этого хаба на базе второго корпуса нашего Камрадского государственного университета. И руководство университета сегодня очень открыто. Они понимают необходимость этого проекта, и они понимают, что получит в дальнейшем студент университета, реализовав мы этот проект. Потому что сегодня студент, который обучается, в случае, если у него будет такая возможность, его квалификация повышается в разы. Его возможности повышаются в разы. И сегодня мы, работая совместно, и буквально недавно у нас было подписано соглашение о внедрении проекта IT Digital Hub с университетом. Я хочу еще отметить тот факт, что мы внедряем проект на базе университета, на базе этого здания. То есть ни в коем случае ничего не передается, ни у кого ничего не забирается. Мы это делаем совместными усилиями. То есть сегодня университет – это наш партнер. Мы со своей стороны, как агентство по привлечению инвестиций, привлекаем дополнительное финансирование для реализации этого проекта. Мы разрабатываем концепты, мы предлагаем решения, мы ищем эти решения совместно. Университет играет свою роль в реализации данного проекта непосредственно и преподавательским составом. Потому что нам в любом случае нужны будут преподаватели на базе этого хаба. И когда будет внедряться проект Techville, Techville точно так же будет привлекать и преподавателей из университета. Обязательно необходимо будет делать большой акцент на студентов. В том числе сегодня мы делаем акцент на студентов факультета информатики. Дальше, я думаю, что будет модернизирована, в принципе, может быть не сам куррикулум, но, в принципе, система обучения и методы этого обучения. То есть кроме теории, которая сегодня дается в университете, и той небольшой практической части, на базе IT-хаба ребята смогут больше углубиться в практику, больше углубиться в тестирование, в новые технологии, в новые методы. И это будет очень хорошей возможностью для них. То есть изначально IT-диджитал хаб – это возможность получить новые знания в этой области и углубиться в профессии, на которую уже обучаются студенты. Совершенно верно. Получить знания и использовать их в дальнейшем в предпринимательской деятельности, либо быть сотрудником какого-либо предприятия или компании в сфере IT. Потому что обучившись именно в IT-сфере информационно-коммуникационным технологиям, молодой человек может как самостоятельно осуществлять свою деятельность, так и работать на какую-то крупную компанию. И каждый выбирает для себя то, что ему интереснее сегодня, то, что ему более подходит по темпераменту, например. То есть в этом случае у наших студентов, у нашей молодежи будет выбор. Они могут самостоятельно начать тестировать свой стартап, например, и у них будет поддержка в этом. Потому что, к примеру, у Techville есть очень хорошая программа Startup Academy. То есть они будут помогать нашим ребятам, которые будут тестировать свои идеи, у которых будут интересные идеи в сфере IT, внедрять их и воплощать в жизнь. Точно так же они, обучившись, могут там же в хабе работать совместно с как нашими местными IT-предприятиями, так и международными, которых мы привлечем. Уже примерно известно, какое количество рабочих мест смогут открыть компании, которые будут развивать свою деятельность в рамках IT Digital Hub. Конкретно, сколько рабочих мест, я сегодня точно не могу сказать, потому что сегодня мы на этапе внедрения самого проекта. Когда мы привлечем компании, мы уже над этим работаем, мы работаем над тем, чтобы они пришли. Когда мы уже непосредственно будем работать над привлечением именно экономического агента, потому что если мы говорим про проект Techville, проект Techville будет готовить. Будет готовить, будет поддерживать, будет развивать сферу IT, в том числе будет помогать и местным компаниям. Для них это очень важно. Почему? Потому что они создают целую экосферу развития IT у нас в регионе. Когда мы непосредственно будем уже работать над привлечением компаний, стейкхолдеров в IT Hub, вот тогда мы уже сможем сказать конкретно, сколько создали рабочих мест, какие это рабочие места, сколько нашей молодежи работают и так далее. То есть это будет, я думаю, чуть позже, потому что сейчас мы все-таки на начальном этапе внедрения этого проекта. Международные партнеры принимают активное участие в реализации данного проекта, и наверняка кроме вас и ваших коллег, Олеся, потенциал Гагаузи изучали и они тоже. Относительно того, насколько молодежь интересуется этим направлением и насколько она готова развиваться в этой сфере. Что говорят партнеры о нашей молодежи и о потенциале, которым обладает молодежь? Наши партнеры очень умные, очень грамотные, и они очень хорошо умеют анализировать. Просто с наших слов, да, это одно, но когда проводится определенная аналитика, и мы даем определенные аргументы, это совершенно другое. Есть конкретные цифры и аргументы, да? Совершенно верно. Просто слова, просто мы хотим, просто потому что это хорошо, интересно, и это сегодня развивается во всем мире, это одно. Другое дело, когда мы даем конкретные цифры, другое дело, когда мы даем конкретных людей, да? То есть если мы, к примеру, говорим про наших студентов, которые обучаются в университете, это очень перспективная молодежь, которая сегодня хочет развиваться. И мы с ними общались, мы с ними проводили встречи, мы проводили встречи с нашими IT-компаниями. То есть мы проводили анкетирование, то есть мы проводили определенный анализ, да? То есть это не просто придет компания, а мы потом будем сидеть и искать, кто будет там работать. Нет, мы уже готовимся к этому. Мы готовим кадры, мы готовим инфраструктуру, мы готовим определенные условия для того, чтобы это все развивалось. И на самом деле партнеры, которые приходят, они видят перспективу, это самое главное, они видят перспективу, они понимают, что сегодня у нас это реально, сегодня у нас это возможно. Кто бы что ни говорил о том, что IT для ГАГУЗИ это что-то заоблачное, это не заоблачное, совершенно, да? Это то, что нам сегодня необходимо, потому что IT это в каждой сфере, абсолютно. Это в медицине, это в образовании, это в переработке, в сельском хозяйстве, везде. Сегодня, внедряя информационные технологии на предприятие, мы понимаем, что в разы увеличивается производительность этого предприятия. И почему нам не обучить наших молодых ребят, перспективных, умных, обучить этому, чтобы они у нас в регионе могли это внедрить, а не нанимать какие-то международные компании, которые придут и будут оказывать эти услуги, когда мы можем у себя в регионе создать это. Скажите, Олеся, необходима ли реконструкция корпуса, где будет расположен этот хаб, и какие условия будут созданы? Конечно, нужна будет реконструкция, конечно, нужен будет капитальный ремонт, там необходимо будет обязательно заменить все коммуникации, там необходимо будет где-то перестроить что-то внутри, да? То есть, почему, да? Если мы говорим про офисные помещения, то они должны обязательно быть модернизированы. Если мы говорим про коворкинги и все остальное, то есть, есть определенные условия для нахождения, есть определенные тенденции сейчас, да, для развития, к примеру, IT-компании, для них очень важны эти условия, как это будет выглядеть, что там будет находиться, какая экосистема вокруг, да? Поэтому, создавая IT-хаб, мы понимаем, что все вокруг этого хаба начнет развиваться в больших темпах, так скажем, да, и вся инфраструктура будет развиваться параллельно вместе с IT-хабом. Почему? Потому что сегодня IT-компании – это люди, которые зарабатывают неплохие деньги и которые в дальнейшем будут эти деньги тратить у нас в регионе. Поэтому мы, кроме того, что создаем инфраструктуру, мы должны создавать и условия для них. Это очень важно для того, чтобы они остались у нас в Камраде, у нас в регионе. Почему, в принципе, сегодня мы говорим о том, что IT в основном – это центр, потому что там есть условия, да? То есть там, кроме работы, им есть где отдыхать. Вот мы это тоже должны будем для них создавать в том числе, потому что, ну, это такой специфический сектор, это очень специфические люди, они очень, не то чтобы даже своеобразные, они очень интересные на самом деле, и для них очень важна как работа, так и отдых. Наверняка акцент будет сделан и на дизайне помещений. Да. Есть уже какая-то визуализация дизайн-проекта, вы уже видели? У нас уже есть дизайнерская компания, в частности, проект Эквил провел тендер на выбор дизайнерской компании, и сегодня уже начинают дизайнеры работать над тем, как это будет выглядеть. Они обязательно представят для нас 3D-проект. Я уверена, что это будет очень интересно, я уверена, что это будет что-то новое, что-то инновационное, потому что если мы говорим про IT-хаб, естественно, это будет интересное решение. И кроме того, что они должны быть функциональны, они должны быть и привлекательными. Поэтому сегодня дизайнерская компания уже над этим работает, и я думаю, что в принципе в ближайшее время, возможно, даже очень скоро мы сможем представить в 3D-формате, как это будет выглядеть. Наверняка это будет очень атмосферно, интересно, и то, что стимулирует к движению, к переменам и разработкам в сфере IT. Скажите, Олеся, когда все-таки стартуют эти работы по реконструкции корпуса, где будет расположен IT-дигитал хаб, и какие еще специалисты вовлечены в этот процесс? Сейчас у нас идет работа по проектно-смертной документации. Нам в этом плане очень помогают наши партнеры с JZ. Они также провели тендер, они выбрали компанию, которая будет делать проектно-смертную документацию. Компания уже выбрана, она уже начинает свою работу. Компания создает этот документ, в котором будет указано, сколько необходимо будет денежных средств для реконструкции, что мы реконструируем, что мы меняем, что мы оставляем, каким образом будет это все выглядеть. И в том числе дизайнерская компания, которая тоже уже выбрана конкретно партнером из Techville, будет визуализировать это все. Поэтому сейчас уже началась работа, потому что без проектно-смертной документации мы не можем двигаться дальше. Нам необходимо понимать, как это будет выглядеть и сколько это будет стоить. Сколько это будет стоить? Опять же, если говорить о деньгах, участие финансовое в этих работах, в создании IT-дигитал хаба принимает как ГГУЗе, имею в виду региональные власти, так и международные партнеры, которые вовлечены в этот проект. Правильно я понимаю? В принципе, да. В принципе, да. Сегодня партнеры работают именно над документами. Перед тем, как что-либо делать, мы должны понимать, что мы делаем. Мы должны это все рассчитать. Это в любом проекте. Это в любом проекте по строительству, по реконструкции. Сегодня конкретно один партнер нам помогает с проектно-смертной документацией, другой партнер нам помогает с дизайном. После того, как у нас будут эти документы на руках, тогда мы уже будем понимать, что мы делаем дальше, в том плане, сколько нам необходимо будет инвестиций. Потому что мы сегодня ориентируемся именно на работу с партнерами, на привлечение инвестиций в реконструкцию и в строительство этого хаба. Все поэтапно, всему свое время, все идет своей чередой. Но есть ли какая-то ориентировочная, так скажем, дата, когда будет открытие IT Digital Hub на базе Камрадского университета? Я могу сказать, что мы планируем в конце этого года уже открывать проект Techville на базе хаба. Именно проект Techville? Именно проект Techville, это первый этап, это обучение, это тестирование, это каворкинги. Мы это планируем сделать до конца этого года, совместно с нашими партнерами. Это то, что позволит уже дать старт самому Digital Hub, да? Совершенно верно. Это то, что поможет дать старт, это то, что поможет обучить персонал, это то, что поможет нам сегодня начать развивать этот проект. Сегодня Techville уже внедряет свои проекты. У нас есть проект Techville в каждой школе. У нас было открытие проекта стартап-академии. Уже набирается группа, которая будет обучаться в этой сфере. Но в любом случае нам нужна инфраструктура. Сегодня проект готов, он уже пришел в регион, но сегодня он готов непосредственно располагаться конкретно на базе второго корпуса. Нам необходимо будет немного времени для окончания работ по проектной смертной документации. И после этого Techville начинает свою работу по расположению непосредственно на базе этого корпуса. Кстати говоря, Techville в каждой школе, там есть возрастные ограничения, если я не ошибаюсь, с 13 лет. Ну, не случайно наверняка выбран этот возраст. Опять же, наверное, изучен был уровень интереса детей, достаточно юных, в подростковом возрасте к IT-технологиям. И если вам известно, насколько активно дети вовлечены именно в эти факультативные занятия? Я не могу сказать сегодня, насколько они активны. Я могу сказать точно, что мы общаемся с проектом, мы общаемся в том числе и с ТЭП Академией, потому что они занимаются тоже обучением. Сегодня они активно промовируют свои услуги, они активно продвигают это. У них уже есть набранные группы, они уже работают с детьми, и интерес есть. Интерес есть даже в том плане, что звонят нам конкретно, потому что мы со своей стороны тоже стараемся продвигать эти проекты посредством социальных сетей, посредством нашего сайта и так далее. И интерес на самом деле большой. Почему? Потому что сегодня родители понимают, что для их ребенка изучение IT-сферы очень важно. И ребенок, который будет знать все технологии, так скажем, новые, которые внедряются в мире, он в дальнейшем будет конкурентоспособным человеком, конкурентоспособным сотрудником. Идущим в ногу со временем. Совершенно верно, да. Если говорить о ребятах, которые вот сейчас осваивают IT-технологии и уже думают в этом направлении, понимают, что и как работает в этой сфере, что не всегда и не всем понятно сегодня. Если говорить о тех, кто уже достаточно долгое время ведет свой бизнес, развивает свой бизнес на территории автономии, но не применяет IT-технологии, как они подстроятся под эти новшества, под эти изменения, которые диктуют время? Смогут ли они перестроить свое мышление, на ваш взгляд? Я уверена, что смогут. Я уверена, что смогут. Почему? Потому что сегодня мы общаемся с нашим бизнесом, и мы понимаем, что сегодня бизнес старается в любом случае. Мы всегда хотим чего-то нового, мы всегда хотим чего-то большего. И мы понимаем, что внедряя инновационные какие-то технологии у себя на производстве, компания повысит свою производительность в разы. И на самом деле я еще хотела отметить, буквально недавно я видела у нас в социальных сетях интервью молодого предпринимателя из Казаклии. Честно, была очень рада. Это предприятие, которое работает в сфере сельского хозяйства, и это молодой человек, который сегодня понимает необходимость внедрения инновационных технологий. Высокий процент цифровизации, да. Совершенно верно. И он правильно сказал, что сегодня сельское хозяйство, да, или тот же комбайнер или тракторист, это не человек, у которого руки в масле, да, и он работает в определенных очень сложных условиях. Они создают сегодня условия для своих сотрудников, и они повышают продуктивность своего предприятия, они внедряют инновационные технологии, они покупают определенную технику, которая сегодня, как, в принципе, им было сказано, да, это целый компьютер, и им сегодня нужны специалисты высокой квалификации. Это очень важно. И мы сегодня создаем этих специалистов, обучая их в университетах, обучая их в колледжах. И на самом деле было очень для меня отрадно вот это видеть, слышать, что молодежь сегодня понимает эту перспективу. И я уверена, что эта молодежь сможет привить это видение и для более старшего поколения, потому что в любом случае они работают совместно, да, с старшим поколением. Они работают, и тот экономический агент, который работает так же, как работал 10 лет назад, если он увидит, что эта компания может достичь чего-то лучшего, он будет брать определенные примеры, он тоже будет это внедрять, он тоже будет работать в этой сфере, в этом направлении и развиваться. Поэтому я уверена, что наши компании, они уже внедряют некоторые инновационные технологии у себя на производстве. Другие, кто не внедряют, они все равно к этому придут. Они к этому придут, потому что сегодня нам необходимо создавать условия для сотрудников, сегодня нам необходимо внедрять технологии для того, чтобы сохранить продуктивность почвы, например, да. То есть это тоже очень важно. А если мы будем каждый раз работать так, как мы работали в прошлом году, в позапрошлом или 10 лет назад, то я боюсь, что придет время, когда у нас уже просто нечего будет производить, и продуктивность упадет. Она достигнет просто нуля, и мы к этому придем в любом случае. На ваш взгляд, какой процент операций и работы, которые десятилетиями выполняли люди на производствах, на предприятиях, можно переложить на IT-технологии и довериться современным возможностям? В любом случае, даже внедряя IT-технологии, нам нужны люди. Мы без людей не сможем этого сделать. Поэтому в первую очередь речь о квалифицированных кадрах. Поэтому мы и говорим о подготовке высококвалифицированных сотрудников, работы. Даже если мы компьютеризируем, нам нужен сотрудник, который будет за этим следить, который будет ремонтировать, к примеру, да, который будет настраивать и так далее. Поэтому, но это будут уже другие люди, это будет человек с высокой квалификацией, и это будет уже не физический, а именно интеллектуальный труд. И это очень важно, поэтому сказать конкретно, какой процент мы сможем компьютеризировать, так скажем, ну, это все зависит от производства, да, то есть если это промышленность, я думаю, что там больше процент, конечно. Но в любом случае перемены они будут, и причем разительные перемены. Скажите, Олеся, пандемия коронавируса, она как-то положительно повлияла на эту ситуацию? То есть коронавирус, он ускорил процесс цифровизации автономии, либо нет? Я думаю, что он ускорил, и он ускорил очень, это было где-то, может быть, вынуждено, но любая проблема, в том числе наша пандемия, с которой мы столкнулись, это возможность развития. Потому что для того, чтобы сегодня решить какие-то вопросы, в том числе связанные с пандемией, да, то есть это с сложностью пересечения границы, с сложностью в покупке какого-то оборудования, другие сложности с персоналом, например, да, на работе, у нас каждая компания решила свои проблемы, которые были связаны с пандемией по-своему, и кто-то допускал какие-то ошибки, но в любом случае сегодня у нас работает каждое предприятие. Если они работают, значит, они нашли выход из ситуации. И очень многие компании, они даже начали развиваться на фоне этих пандемических проблем, да, они начали внедрять какие-то новые услуги, они начали внедрять новые технологии, производство, они переориентировали свое производство. И это очень важно, почему? Потому что когда вы в кризис учитесь мыслить наперед, учитесь сегодня, вы смогли его превзойти, так скажем, да, то завтра вам будет намного легче без пандемии, без кризиса и так далее. То есть в этом случае у нас компании смогли переориентироваться и смогли по-своему решить вот эти вопросы с пандемией, с кризисом. Кто-то начал, я имею в виду, к примеру, даже с персоналом, начали внедрять другие технологии по работе с персоналом, да, чтобы огородить их, чтобы создать условия для того, чтобы люди не заболели на предприятии или на производстве, да. То же самое, в принципе, и в других сферах. У нас наши предприятия, наши экономические агенты нашли выход и до сих пор находят, и до сих пор модернизируют. И на самом деле это было очень сложно для них. Это было сложно внедрять, изучать, находить, но они это смогли сделать и дальше продолжают развиваться. Ну, казалось бы, это вынужденные меры, но, тем не менее, они сыграли положительно. Это, я повторюсь, для них это было сложно, но это то же самое, когда вот мы сдаем экзамен, да, мы понимаем, что к нему нужно, хотя мы знаем, что он будет к пандемии, мы не были готовы. Здесь это было неожиданно. Но уже прошло определенное количество времени, когда у нас наши экономические агенты, они понимают, что, возможно, какие-то трудности нас ждут, да. Они, возможно, даже будут тоже так же неожиданно, но мы к этому уже будем готовы. То есть уже можно смело говорить о том, что даже когда пандемия завершится, мы, конечно, надеемся, что это произойдет как можно скоро, бизнес уже прежним не будет. То есть он продолжит свое движение на пути к переменам, на пути к цифровизации, новым каким-то методам работы. Он уже не будет прежним, но я уверена, что он будет развиваться с большей скоростью, с большими темпами просто. Почему? Потому что сегодня мы понимаем, что развитие, без развития мы не сможем существовать. Нам необходимо внедрять инновационные технологии, и нам необходимо выходить из любой ситуации, нам необходимо искать эти решения. И мне кажется, что если говорить именно про экономический сектор, то эта пандемия, она, возможно, даже исплотила наших экономических агентов, потому что очень многие компании начали совместно решать какие-то проблемы. И мы понимаем, что сегодня это сложно, но мы к этому идем, и это реально. — Вы представляете агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузи. Олеся, так как мы говорим в эфире пока исключительно о Digital Hub, открытие которого ожидается в автономии. Но все же мне хотелось бы у вас спросить, опять же, на фоне пандемии коронавируса, как эта ситуация эпидемиологическая повлияла на процесс привлечения инвестиций в автономию в целом? — Сложно. — Есть ли проекты, которые из-за этой ситуации как-то заморозились, либо временно не рассматриваются, но ждут своего момента, когда снова стартуют работы? — К сожалению, да. К сожалению, это повлияло определенным образом и на нашу работу, и на работу с инвесторами. В первую очередь в том, что инвестор сегодня не может приехать. Если мы говорим о том, что мы вели переговоры, мы работали, мы предоставляли всю информацию посредством электронной почты, любой инвестор перед тем, как реализовывать проект, он всегда приедет. Он приедет, он посмотрит своими глазами, он еще раз изучит, он еще раз просчитает все это, и только после этого он начнет реализовывать свои проекты. К сожалению, после пандемии очень многие компании просто не смогли приехать. Кроме того, некоторые компании в очень серьезном и глубоком финансовом кризисе сейчас, даже если они до пандемии планировали развиваться, сейчас они стараются хотя бы сохранить то, что у них есть в тех странах, в которых они работают. Но чем дальше, в принципе, тем больше мы видим, что даже те компании, которые ощутили этот кризис, они начинают уже выходить из него, и они начинают постепенно возвращаться, постепенно мы возобновляем с ними общение, мы всегда стараемся не упускать это общение, мы всегда интересуемся, как у них идут дела, смогут ли они приехать, смогут ли они изучить, можем ли мы с ними общаться опять на тему инвестиций. Некоторые компании говорят, да, конечно, мы просто выжидаем определенное время, некоторые уже не могут, но при этом есть компании, которые приезжают, есть компании, которые инвестируют, которые уже работают, то есть на них это не повлияло. Но, к сожалению, я думаю, что где-то около половины инвестиционных проектов у нас просто заморозились в связи как раз именно с пандемией. Над какими проектами работаете сейчас, учитывая вот все эти сложные условия, но, тем не менее, инвестор продолжает интересоваться ГАУСИ и намерен все-таки реализовать тут свой проект, свой бизнес? Ну, мы стараемся со своей стороны тоже информировать население о тех проектах, которые у нас сегодня внедряются, в том числе это проект по строительству солнечной электростанции в Томае. Есть определенные технические решения, которые необходимо принять, да, перед тем, как начинать строительство, это в любом проекте, это определенные требования, которые необходимо учитывать. Кроме того, мы сейчас активно работаем с немецкой компанией по производству электрогенераторов. Они уже зарегистрировали свою компанию, и мы сейчас активно работаем над поиском сотрудников для этой компании. Он проводит интервью с предполагаемыми сотрудниками. Он является резидентом зоны свободного предпринимательства в Алканеж. Располагаться будет в Камрате. Кроме того, мы сейчас работаем с турецкой компанией по производству сельскохозяйственного оборудования. И он тоже зарегистрировал свое предприятие у нас в Камрате и будет тоже резидентом зоны. Эти две компании будут располагаться на Бузина у нас. Мы активно работаем над всеми вопросами, которые сегодня возникают у них для того, чтобы создать для них условия, чтобы они могли в самое ближайшее время приехать и уже начинать свое производство. В принципе, мы работаем и с другими компаниями, которые сегодня к нам обращаются. Это и компании в области сельского хозяйства. Мы проводили очень большое для нас, по крайней мере, мероприятие, когда приехало около 30 компаний из Турции. Мы проводили для них B2B с нашими местными предпринимателями для того, чтобы они могли наладить партнерские отношения и работать совместно с нашими компаниями из Гагаузи. То есть для нас это тоже очень важно. Почему? Потому что, кроме того, что мы работаем над привлечением инвестиций, мы еще работаем над продвижением экспорта и над налаживанием партнерских связей между иностранным инвестором и местной компанией. Поэтому мы сейчас работаем и над этим. Мы сейчас работаем, кроме того, над изучением рынка Румынии, компании из Румынии, которые сегодня заинтересованы в инвестировании в Гагаузи, в открытии производств. У нас есть компания текстильная, которая открылась в Чедрелунге сейчас. Они тоже работают над привлечением человеческих ресурсов, то есть наим сотрудников. И при этом мы в любом случае каждый день активно, еще и самостоятельно пытаемся тоже искать компании, которые сегодня заинтересованы в нашем рынке. То есть у нас есть определенные наработанные базы данных, с которыми мы работаем, с которыми работает также управление внешних связей. Да, и в принципе профильное управление исполнительного комитета, мы работаем с ними, мы с ними общаемся, мы предоставляем им абсолютно всю информацию. И в ближайшее время мы планируем с ними организовывать определенные встречи в случае, если будет возможен их приезд сюда, в частности и на инвестиционный форум в том числе. Довольно часто происходит так, что анонсируется реализация того или иного проекта, говорится о том, что будут открыты рабочие места, будут инвестиции, но тем не менее общество ожидает этого довольно долго, несколько месяцев, а то и более года, что приводит к тому, что появляются определенного рода реакции и комментарии, критика в адрес исполкома и агентства по привлечению инвестиций. Скажите, Олеся, сколько времени, как правило, в среднем проходит от момента изъявления желания внедрить проект на территории ГГУЗИ инвесторам иностранным до момента запуска этого проекта, насколько это долгий может быть процесс и только ли коронавирусом он может быть усложнен в сегодняшних реалиях? Не только коронавирусом, конечно, это очень долгий процесс. Вообще в среднем, согласно мировой практике, чтобы привлечь одного инвестора, причем неважно, это крупный инвестор или это инвестиции более мелкие, проходит около трех лет. Это в среднем. Мы работаем меньше двух. То есть мы даже двух лет еще не работаем, но при этом у нас есть, на мой взгляд, очень хорошие и положительные результаты по привлечению инвестиций. Если говорить про конкретный процесс, то есть мы находим инвестора или инвестор обращается к нам, и ему необходима определенная информация. Мы собираем эту информацию, мы анализируем и предоставляем. Он ее изучает, он со своей стороны анализирует, он рассчитывает. То есть это тоже определенное время. Если он решает, что да, я прихожу именно к вам в регион, мы начинаем с ним работать уже по следующему этапу. Конкретно что ему необходимо? Ему необходимо здание, строение, ему необходима земля для того, чтобы построить самостоятельно это здание. То есть от этого тоже очень многое зависит. Мы сейчас рассматриваем расположение инвесторов либо в зоне свободного предпринимательства, если он ориентирован на экспорт, если он ориентирован на местный рынок, мы работаем с премариями. Мы ищем государственные здания, учреждения, где может инвестор расположиться в случае, если его что-либо заинтересует. При этом мы должны понимать и мы должны знать абсолютно все, что есть у нас в регионе. Мы собираем эту информацию, мы работаем над этим и с премариями для того, чтобы предоставить эту базу данных инвесторам. Он со своей стороны тоже изучает. И если мы говорим, к примеру, про какое-либо производство, это должно быть здание, желательно для инвестора, чтобы оно было полностью готовым, чтобы он мог просто въехать, завести свое оборудование и начинать свое производство. У нас, к сожалению, с этим очень большие проблемы. Почему? Потому что у нас здание в очень плохом состоянии, у нас нету подведенных всех коммуникаций. Это еще одно. То есть мы должны подвести коммуникацию, либо инвестор сам подводит это все. Это дополнительные затраты, это дополнительное время для расчетов. Если мы говорим о коммуникациях, к примеру, та же электроэнергия, мы должны рассчитать мощность. Если это газ, то же самое. Мы должны взять определенные разрешительные документы в профильных учреждениях. Это все время. И это не всегда зависит только от нас. Это зависит и от других учреждений. Это зависит от самого инвестора, в том числе, насколько он активный. Если у него есть, к примеру, эксперты, которые ему помогают в расчетах, это хорошо. Если этого нет, то он это делает самостоятельно. Это происходит чуть дольше. Кроме того, если инвестор планирует закупать оборудование, привезти, это еще дополнительное время. То есть на это уходит месяца. Если мы говорим, к примеру, про инвестора по производству солнечной электроэнергии, проходили заседания советов. Это время мы представляли интересы инвестора, мы представляли его проект. Необходимо было несколько решений совета по выделению этой территории для инвестора. То есть была проделана действительно большая работа. Кроме того, это кадастровые определенные работы, регистрация, перерегистрация и так далее. Заключение договора, проведение тендера. Потому что сегодня все это открыто. Сегодня абсолютно прозрачно проходят все процессы, все процедуры работы с инвестором. И для нас это очень важно, потому что это наша репутация. И инвестор, наблюдая за этим и видя, что мы сегодня прозрачно открыты и у нас нет никаких секретов, мы работаем совместно, у него есть доверие к нам. И для нас это очень важно. Почему? Потому что доверие инвестора сегодня это один из ключевых факторов того, что он придет. Это достаточно долгий процесс. Вы, в принципе, обрисовали все этапы, рассказали. Это еще не все. Это еще не все, да. Скажите, в случае с IT Digital Hub от идеи до воплощения, до реализации проекта этот путь, он короче этот срок? Нет. Здание, казалось бы, есть. Но, опять же, вот вы сказали, что нужна реконструкция, нужно время. На это нужны разрешительные документы. То есть, опять же, это не один год, не полтора, а то и может быть даже больше, да? Совершенно верно. Да, есть здание, но это здание необходимо реконструировать. Чтобы реконструировать здание, для этого тоже нужно время. Чтобы сделать проектно-смертную документацию, нужно минимум три месяца. Минимум, а то и больше. Потому что здание большое, это более 7 тысяч квадратных метров. Дизайн тоже не делается за два дня. Причем он представляется на утверждение, где-то предлагаются другие решения, это может меняться. То есть, это тоже определенное время. По реконструкции строительной работы мы тоже понимаем, что есть, к примеру, если мы это начнем делать зимой, есть определенные требования, то есть, это тоже нельзя будет сделать все сразу. Мало того, если мы говорим про реконструкцию, нам необходимо найти финансирование для реконструкции этого здания. Нам нужно будет найти инвесторов, нам нужно будет найти проекты, донор, работать с проектами, нам нужно будет искать доноров, нам нужно будет аргументировать необходимость этого проекта. Мы это понимаем, да, и мы понимаем, что это занимает определенное время. И сегодня не стоит очередь у дверей с инвесторами, которые готовы инвестировать, которые говорят, что да, вот мы хоть завтра начинаем строить. Такого у нас нету. К сожалению, или к счастью, не могу сказать, но я думаю, что к сожалению, наверное. Но в любом случае, кроме того, что это занимает определенные силы, время, мы не можем это все сделать все и сразу. Если мы хотим сделать качественный проект, то на это приходится просто тратить много сил, тратить много времени, работать над этим, привлекать, аргументировать, разрабатывать. Это колоссальная работа. И сегодня, если мы говорим над привлечением инвестиций, к примеру, в реконструкцию здания, мы должны быть абсолютно полностью готовы. И инвестор или донор, который в дальнейшем проявит интерес и сможет с нами работать, нужно понимать, что мы сегодня надежные партнеры, мы готовы, мы изучили, мы проанализировали, мы знаем, что мы хотим, и мы знаем, что мы получим в итоге. Какой будет результат, и какие бенефиты будут для наших жителей, для молодежи, да, в принципе, для экономического развития региона. Спасибо. Олеся, в завершении эфира, по традиции, наши гости обращаются к слушателям. Я вас попрошу обратиться к нашей аудитории, которая на волне IT, коммуникативных технологий, IT-направления. Что бы вы хотели им сказать, учитывая то, что мы большую часть нашей программы посвятили беседе на тему открытия в будущем в Гагаузе IT Digital Hub? Я бы, наверное, хотела обратиться к нашей молодежи. Я уверена, что они знают, что это такое. И не только молодежь, в принципе, многие жители знают, что такое IT, они знают, что это перспективно, они знают, что это такое, и для чего мы работаем над развитием конкретно данного сектора. Понятно, мы работаем над любым сектором, мы работаем и над сельским хозяйством, и над промышленностью, мы привлекаем и в эти сектора инвестиций. Но если мы сегодня говорим конкретно про IT, про BPO, про информационно-коммуникационные технологии, я бы хотела, чтобы наша молодежь была активна, чтобы мы открыты, мы готовы их привлекать в реализацию проектов, мы готовы помочь им развиваться в этой сфере, для того, чтобы они в дальнейшем могли себя реализовать. Для нас очень важно сегодня, чтобы наша молодежь осталась в регионе, чтобы они работали, чтобы у них была интересная работа для них, чтобы она была оплачиваемая, достойно оплачиваемая работа. И для того, чтобы, в принципе, если мы сохраняем сегодня у нас молодежь, если мы развиваем уже действующие компании, мы понимаем, что ГАУЗИ будет развиваться и в социальной, и в экономической сфере. Это новые возможности, это новые горизонты. И я бы хотела, чтобы наша молодежь действительно была активной в этой сфере, чтобы они обучались, чтобы они тестировали, чтобы они приходили с идеями. Мы со своей стороны им тоже поможем. Мы поможем им найти финансирование для реализации их идей. Мы, в принципе, их сможем подключать и в менторские программы, и в программы TechVilla. И я хочу, чтобы они... Мы в них верим. Мы знаем, что они это могут. Мы знаем, что они очень перспективны. Наши ребята, они очень большие молодцы. Я бы хотела, чтобы они в нас тоже верили, чтобы они работали с нами совместно. Я думаю, что в этом случае у нас будут очень хорошие результаты. На такой позитивной ноте завершаем наш эфир. Олеся, я вас благодарю за участие в нашей программе, за ответы на наши вопросы. Также благодарю наших слушателей и телезрителей за то, что были вместе с нами это время. Желаем всем всего доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова